Агата Кристи. Врата судьбы. Глава восьмая. Миссис Гриффин. «Я так рада, что вы и мистер Бересфорд поселились здесь, в наших краях», — сказала миссис Гриффин, разливая чай. «Вам с сахаром молока налить?» Она пододвинула к Таппенс блюдо, и та взяла себе сэндвич. «В деревне, знаете ли, особенно важно, чтобы рядом жили приятные люди, с которыми у вас есть что-то общее. Вам приходилось раньше здесь бывать?» «Нет», — ответила Таппенс, — «никогда. Нам предлагали великое множество разных домов, и все их нужно было осмотреть. Предварительные сведения мы получали от агентов. Многие дома, разумеется, находились в ужасном состоянии. Помнится, один из них назывался «Полные старинные прелести». «Знаю я такие дома, прекрасно знаю», — сказала миссис Гриффин. Старинная прелесть обычно сводится к тому, что в доме невероятная сырость, и первым делом необходимо менять крышу. Когда же вам предлагают современную постройку, то всем нам хорошо известно, чего следует ожидать. «Там обычно находишь кучу каких-то никому не нужных штучек и приспособлений, а из окон видишь только такие же уродливые дома. А вот Лавры — просто очаровательный дом, хотя, конечно, вам пришлось очень многое там усовершенствовать. Все мы рано или поздно вынуждены этим заниматься. Я полагаю, что до нас в этом доме жили разные люди». «О да, конечно», — живо отозвалась миссис Гриффин. «В наше время люди не живут подолгу в одном месте, верно? Здесь жили Катберстоны, потом Редленды, а до них еще Сеймуры, а после Сеймуров в нем жили Джонсы. Мне не совсем понятно, почему дом называется Лавры. Но вы знаете, люди любили давать своим домам подобное название. Впрочем, если вернуться в совсем далекое прошлое, когда в доме жили Паркинсоны, там, возможно, еще и были Лавры. К дому вела должна быть подъездная аллея, обсаженная Лаврами, в особенности Крапчатыми. Лично мне эти Крапчатые Лавры никогда не нравились. «Я с вами вполне согласна», — сказала Таппенс. «Я их тоже не люблю». «Паркинсоны, как мне кажется, жили там довольно долго», — добавила она. «О да, я думаю, они жили там дольше, чем все остальные». «Но о них, похоже, никто ничего не может рассказать». «Ну, вы понимаете, дорогая, это ведь было так давно. А после, после, после этого несчастья у них, очевидно, остался неприятный осадок. И неудивительно, что им захотелось продать этот дом». «О доме пошла дурная слава», — поинтересовалась Таппенс, воспользовавшись удачным поводом. «Вы хотите сказать, что на этот дом легло некое пятно?» «Ну нет, дело совсем не в доме. Не в доме, конечно, а в людях, обитавших в нем. На них легло пятно, позорное пятно. Это случилось во время Первой войны». «Никто не мог этому поверить. Моя бабушка говорила, что дело это было связано с государственными тайнами, касающимися новых подводных лодок». У Паркинсонов жила в то время молодая девица. Так вот, говорят, что именно она была замешана в этих делах. «И ее звали Мэри Джордан?» — спросила Таппенс. «Да, да, вы правы». Позже высказывалось предположение, что это было не настоящее ее имя. Мне кажется, она довольно долго находилась под подозрением. У мальчика Александра. Славный был такой мальчик и очень умный. Книга вторая, глава первая. Давным-давно. Таппенс выбирала поздравительные открытки. Погода стояла дождливая, и на почте почти никого не было. Люди опускали письма в почтовый ящик или торопливо покупали марки, а затем уходили, чтобы поскорее попасть домой. Скверная погода не располагала к тому, чтобы ходить по магазинам, заглядывать на почту и в другие места. И Таппенс считала, что время для визита было выбрано правильно. Гвенда, которую она легко узнала по описанию Беатрисы, с готовностью подошла к прилавку, чтобы ее обслужить. На почте она занималась продажей конвертов, открыток и прочих мелочей. Что же касается дела государственной важности, каковым является почта ее величества, то им ведала пожилая седовласая дама. Гвенда любила поговорить. Ее всегда интересовали люди, только что поселившиеся в их деревне, и она с большим удовольствием демонстрировала различные открытки. Поздравления с Рождеством, с Днем Рождения, Днем Святого Валентина, а также почтовую и всякую другую бумагу, разнообразные плитки шоколада и даже фарфоровые безделушки. Они с Таппенс уже подружились. Я так рада, что в этом доме снова поселились люди. Я имею в виду принцесс Лодж. А мне казалось, что он называется Лавры. Нет-нет, насколько мне известно, он никогда так не назывался. Правда, названия домов часто меняются. Новые хозяева обычно меняют названия, придумывая какое-то другое, более отвечающее их вкусу. Да, вы, пожалуй, правы, задумчиво проговорила Таппенс. Нам вот тоже приходили в голову разные названия для дома. Кстати сказать, Беатриса говорила мне, что вы были знакомы с одной особой, которая жила здесь раньше. Ее звали Мэри Джордан. Я с ней знакома не была, а только слышала про нее. Это было во время войны. Не этой, а прошлой, той, которая была давным-давно, когда еще были цепелины. Я тоже помню цепелины, сказала Таппенс. Они летали над Лондоном то ли в девятьсот пятнадцатом, то ли в шестнадцатом. Помню, мы с моей старенькой двоюродной бабушкой пошли как-то в магазин армии и флота и в это время объявили тревогу. Они ведь прилетали в основном по ночам, правда? Вот страшно-то, наверное, было. Ну, не так уж страшно, сказала Таппенс. Скорее, интересно. Люди ужасно волновались. Вот летающие бомбы, которые сбрасывали на нас в прошлой войне, были гораздо страшнее. Не покидало ощущение, что они за тобой гонятся. Ты идешь или бежишь по улице, а она тебя догоняет. А по ночам, наверное, приходилось сидеть в метро? У меня есть подруга в Лондоне. Так вот, она говорит, что они все ночи просиживали в метро на станции Уоррен-стрит. Так, кажется, она называлась. Все жители были распределены по станциям метро. Я не жила в Лондоне во время этой войны, сказала Таппенс. Не думаю, чтобы мне понравилось проводить все ночи в метро. А вот моя подруга, ее зовут Дженни, так она просто полюбила метро. Говорит, там было очень весело. Вы знаете, в метро у каждого была своя ступенька. Она как бы автоматически закреплялась за вами. Люди приносили с собой бутерброды и все прочее, что могло бы им понадобиться. Там можно было отвлечься от волнений и с кем-нибудь поболтать. Разговоры продолжались всю ночь напролет. Так было замечательно. А утром начиналось движение поездов, и все расходились по домам. По словам подруги, когда война кончилась и ночевать в метро уже не было нужды, она почувствовала себя ужасно. Так стало скучно и тоскливо. Но в 914-м, по крайней мере, не было летающих бомб, сказала Таппенс. Только одни цепелины. Однако было совершенно очевидно, что цепелины не вызывали у Гвенда никакого интереса. Я спросила вас о женщине по имени Мэри Джордан, напомнила Таппенс. Беатриса сказала, что вы были с ней знакомы. Да нет, не то чтобы знакома. Просто пару раз слышала разговоры о ней. Но это было бог знает как давно. Моя бабушка говорила, что у нее были чудесные золотистые волосы. Она была немка, фраулин, как их называли. Работала нянькой, ухаживала за детишками. Сначала служила в семье морского офицера. Это было где-то в Шотландии, мне кажется. А потом приехала сюда. Поступила в одно семейство. Их фамилия была то ли Паркс, то ли Паркинс. У нее был один выходной в неделю, и она проводила его в Лондоне. Туда-то она и отвозила что-то. Уж не знаю толком, что именно. И все-таки, что это могло быть? Спросила Таппенс. Не знаю. Об этом много не говорили. То, что она крала, как мне думается. И что же, ее поймали на воровстве? Нет, по-моему, нет. Хотя и стали уже подозревать. Но она заболела и умерла, так что ничего не узнали. А отчего она умерла и где это случилось? Ее поместили в больницу? Нет, по-моему, в те времена и больницы-то здесь не было. Говорили, что виновата кухарка. Она по ошибке сделала что-то не то. Вроде того, что перепутала шпинат с дигиталисом. А может, это был не шпинат, а салат латук? Нет, кажется, совсем другое. Говорили еще про белодонну, сонную одурь. Но этому я уже совсем не верю. Потому что эту сонную одурь все прекрасно знают. Да, кроме того, это ягоды, а не листья. Так вот, я думаю, что это был дигиталис. Нарвали листиков в саду по ошибке вместо латука. Между прочим, у дигиталиса есть еще и другое название. Что-то связанное с перстами, с пальцами, то есть. Так вот, в его листьях содержится какой-то сильный яд. Приходил доктор, пытался что-то сделать. Да только все напрасно. Я так думаю, было верно слишком поздно. Большая была у них семья. Много в доме было народу, когда это случилось. Да, по-моему, целая куча. Да, конечно. Ведь у них постоянно кто-нибудь гостил, как я слышала. И детей было полно. И еще всякие там няньки, горничные да гувернантки. И гости бывали постоянно. А уж на субботу и воскресенье непременно кто-нибудь приезжал. Только имейте в виду, сама-то я всего этого не наблюдала. И говорю со слов бабушки. Да иногда еще старик Бодликот что-то болтает. Это садовник, который иногда здесь у нас работает. Он и тогда был садовником. И его пытались даже обвинить в том, что он по ошибке нарвал не той травы, которую следовало бы. Но потом выяснилось, что это сделал не он, а кто-то из гостей. Вызвались помочь, набрали в огороде овощей и принесли на кухню кухарки. Ну, вы знаете, шпинат, латук и все такое. Так ведь городские люди, они же не разбираются в этом. Вот и перепутали. Наследствий, или как это у них называется, говорили, что такую ошибку может совершить любой. Потому что шпинат и щавель растут бок о бок с этой самой, у которой название похоже на пальцы. Они, значит, нарвали этой самой травы. Рвали прямо пучками, не разбирая, где что. Как бы то ни было, все было очень печально, говорит бабушка. Потому что девушка была такая миленькая. Волосы у нее были, чистое золото. И она каждую неделю ездила в Лондон? Понятно, что ей нужен был для этого выходной. Ну да, говорят, у нее в Лондоне были друзья. Она же была иностранка. Бабушка говорит, ходили слухи, что она была немецкой шпионкой. Это правда? Мне кажется, нет. Мужчинам она нравилась. Вот это точно. У нее были друзья среди морских офицеров и тех, что находились в шелтонском военном лагере. Она дружила только с военными. Так она была шпионкой или нет? Я бы так не сказала. Понимаете, бабушка только говорила, что об этом ходили слухи. Но это было не в эту войну, а совсем давно, много лет тому назад. Вот интересно, сказала Таппенс, как легко смещаются события двух мировых войн. У меня был знакомый, у которого приятель участвовал в битве при Ветерлоу. Подумать только. Ведь это произошло задолго до 914-го. В няньках тогда служили иностранки, всякие там мамзели да фраулины. Кто их знает, что это означает? А уж как она любила деток. Как хорошо за ними ухаживала, бабушка говорит. Очень ею были довольны, и все ее любили. Она жила тогда здесь, я хочу сказать, в Лаврах. Тогда дом назывался иначе, мне по крайней мере так кажется. Она служила у Паркинсонов. Или они были Перкинсы? Что-то в этом роде, не помню точно, сказала Гвенда. Была у них прислугой за все. Приехала она из того места, где делают этот пирог. Ну, такой дорогущий паштет, который подают, только когда важные гости. У нас он продается в Лавке, Фортнум и Мейзон. Город, значит, такой, наполовину немецкий, наполовину французский. Так, по крайней мере, говорили. Может быть, Страсбург? Высказало предположение Таппенс. Вот-вот, так он называется. Она еще рисовала картины. Нарисовала портрет моей старой двоюродной бабушки. Тетушка Фанни, бывало, говорила, что на нем она выглядит гораздо старше. Еще она нарисовала одного из паркинсоновских детей. Старая миссис Гриффин до сих пор его хранит. Этот паркинсоновский мальчишка что-то про нее прознал. Тот самый, кажется, которого она рисовала. Он ведь был крестником миссис Гриффин. Похоже, так оно и было. А как его звали? Может быть, Александр? Ну да, точно, это был Александр Паркинсон. Тот самый, что похоронен возле церкви. Глава вторая. Познакомьтесь с Матильдой, верной любовью и Ка-Ка. На следующее утро Таппенс отправилась на поиски хорошо известного в деревне человека, которого все обычно называли Старым Айзеком. И только в исключительных, сугубо официальных случаях, если таковые вообще можно было припомнить. Мистером Бодликотом. Айзек Бодликот был, что называется, местной знаменитостью. Он был знаменитостью прежде всего из-за своего возраста. Он утверждал, что ему 90 лет, что обычно подвергалось сомнению. И он умел делать и чинить самые разнообразные вещи. Если ваши попытки вызвать водопроводчика не возымели успеха, вы обращались к Старику Айзеку. Неизвестно, была ли у мистера Бодликота изначально какая-нибудь квалификация по тем специальностям, в области которых он брался за починки. Однако за многие годы своей долгой жизни он научился отлично разбираться в многочисленных проблемах канализации, умел починить газовую колонку и, помимо этого, всегда был готов оказать услугу, когда требовалась помощь электрика. Плата, которую он назначал, выгодно отличалась от той, которую требовали дипломированные специалисты, а результаты его услуг, как ни странно, оказывались вполне удовлетворительными. Он мог выполнить и столярную работу. Чинил замки, вешал картины, иногда, правда, недостаточно ровно. Ремонтировал старые кресла, у которых вылезали наружу пружины. Главным недостатком мистера Бодликота была его безудержная говорливость, которая умерялась лишь вставными зубами. Их приходилось то и дело поправлять, иначе его речь становилась совершенно невнятной. Память его по части обитателей округи была поистине безгранична. Правда, неизвестно, до какой степени на нее можно было положиться. Мистер Бодликот был не из тех, кто отказывает себе в удовольствии рассказать какую-нибудь интересную историю, относящуюся к давно прошедшим временам. Взлеты фантазии, когда он якобы вспоминал какие-нибудь события, тут же выдавались за действительность. Вы просто удивитесь, уверяю вас, когда я расскажу вам то, что о нем знаю. Право слово. Все, понимаешь ли, считают, что это всем известно. Да только они ошибаются. Все было совсем не так. Дело было в старшей сестре, понимаешь. Точно говорю. Такая вроде бы прекрасная была девушка. А ключ им дала собака мясника. Вот тогда они все и поняли. Она их привела прямо к ее дому. Только, как оказалось, дом-то был не ее. Да-да, я мог бы и еще кое-что порассказать об этом деле. А еще была старая миссис Аткинс. Никто не знал, что она держит в доме револьвер. А я знал. Узнал, когда за мной прислали, чтобы я починил ее толбой. Так в старину называли комод. Да, толбой, именно так. Ну так вот, 75-летняя старуха, а в ящике, в ящике этого самого комода, который меня позвали чинить, там дверцы не закрывались, и замок был не в порядке. В этом ящике и лежал револьвер. Завернут он был вместе с парой женских туфель. Размер номер 3. На малюсенькую такую ножку. Она говорила, что они принадлежали еще ее прабабушке. Были от ее свадебного наряда. Вполне возможно. Только некоторые говорили, что она купила их в лавке у антиквара. Я-то ничего этого не знаю. Вот там, вместе с туфлями, лежал этот револьвер. Револьвер. Говорили, что его привез ее сын. Прямо-таки из Восточной Африки. Право слово. Он туда ездил охотиться на слонов или на кого-то еще. Точно не знаю. А когда вернулся, при нем был револьвер. Он его и привез домой. И знаете, что делала эта старушка? Сын научил ее стрелять. Так вот, она садилась в гостиной и смотрела в окно. А когда кто-то подходил к дому по аллее, она брала револьвер и стреляла. Не в него, а по сторонам, справа и слева. Человек пугался до смерти и убегал прочь. Она говорила, что не потерпит, чтобы всякие там прохожие пугали ее птичек. Заметьте, птиц она никогда не убивала, никогда в них не стреляла. Нет-нет, этого она никогда не делала. А еще ходили разговоры про миссис Лезерби. Она чуть было не попала под суд. Верно говорю. Ну да, воровала в магазинах и очень ловко, как говорят. А ведь богачка такая, что и сказать нельзя. Таппенс условилась с мистером Бодликотом относительно ванной комнаты. Там нужно было застеклить световой люк в потолке, надеясь на то, что ей удастся направить в течение его воспоминаний о прошлом в то русло, которое поможет им с Томми раскрыть хранящиеся в их доме тайны. Старый Айзек Бодликот не заставил себя ждать и с удовольствием явился к новоселам, чтобы произвести необходимые починки в их новом доме. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем знакомство с новыми людьми. Наиболее важными событиями в его жизни были встречи с людьми, которые еще не знали, какая у него великолепная память и как много интересного она хранит. Те, кто уже слышал его рассказы, редко просили, чтобы он их повторил. А вот новая аудитория. Это всегда приятное событие и возможность продемонстрировать, как много он всего знает и какой он мастер на все руки. И еще ему доставляло удовольствие возможность пространно порассуждать по всякому подходящему поводу. Счастье еще, что старик Джонни пострадал. Все лицо могло оказаться израненным. Нужно бы подмести пол, хозяйка, там осталось стекло. Я знаю, сказала Таппенс, просто мы еще не успели. Но со стеклом шутить нельзя. Маленький осколок, а может наделать беды. Даже умереть можно, если он угодит в кровеносный сосуд. Как мисс Лавинья Шотайкем. Вы не поверите? Таппенс не заинтересовалась мисс Лавиньей Шотайкем. Про нее она уже слышала от других обитателей деревни. Ей было лет, очевидно, 70, а то и 80. Она была глуховата и почти ничего не видела. Я думаю, сказала Таппенс, прерывая Айзека, прежде чем он ударится в свои воспоминания о Лавиньи Шотайкем, что вы, наверное, много знаете о разных людях и необычайных происшествиях, которые случались в далеком прошлом. Я скажу вам, что уже не так молод. Мне ведь больше 85, ближе к 90, но память у меня всегда была хорошая. Есть такие вещи, которые невозможно забыть, как бы много времени не прошло. Какая-нибудь мелочь и снова все вспоминается. Вы не поверите, какие случаи я могу вам рассказать. Да, просто удивительно, как много вы всего знаете о самых разных людях и интересных событиях. Ну, конечно, люди-то разные бывают. Разве их разберешь? Думаешь про них одно, а оказывается совсем другое. Иногда такое творят, что никогда на них не подумаешь. Оказываются шпионами, подсказала Таппенс, или преступниками. Она с надеждой смотрела на старика. Айзек нагнулся и поднял с пола осколок стекла. Вот, сказал он, как вам понравится, если эта штука вопьется вам в подошву. Таппенс начала думать, что починка светового люка не будет особенно способствовать оживлению его памяти и не вызовет потока воспоминаний о минувших временах. Она сказала, что небольшую тепличку, пристроенную к стене дома возле столовой, тоже можно было бы починить, если не поскупиться на покупку стекла. Как его мнение, стоит ее восстанавливать или лучше снести? Айзек был в восторге от того, что ему предложили решить еще одну проблему. Они спустились вниз и пошли вокруг дома, пока не увидели эту так называемую теплицу. Это спросил Айзек. Таппенс подтвердила, что она имеет в виду именно это. Ка-ка, сообщил Айзек. Таппенс с удивлением посмотрела на него. Что вы сказали? Я сказал, Ка-ка, две заглавные буквы Ка. Так ее называли во времена старой миссис Лотти Джонс. Почему же ее так называли? Не знаю. Сдается мне, это было нечто вроде названия для таких мест, как это. Ничего особенного она собой не представляла, понимаете? В других домах были настоящие оранжереи. Там вот росли в горшках разные растения. Папоротники вроде девичьих кос. Верно, сказала Таппенс, возвращаясь к своим собственным воспоминаниям, относящимся к тем далеким временам. Оранжереи или теплицы, так их обычно называли. А вот старая миссис Лотти Джонс называла свою Ка-ка. Не знаю, почему. У них там росли девичьи косы? Нет, ее использовали не для этого, сказал он. Детишки держали там свои игрушки. Кстати, об игрушках. Они и до сих пор там хранятся. Их никто оттуда не убирал. Само это строение почти разрушено, верно? Как-то раз только починили крышу. Но, думаю, никто больше не будет его использовать. Туда складывали старые игрушки, ломаные стулья и все такое. А лошадь-качалка там уже давно стоит в уголке. А войти туда можно? Спросила Таппенс, стараясь заглянуть внутрь через стекло, которое казалось почище других. Там должно быть можно найти массу любопытных вещей. Ну, конечно, здесь от нее имеется ключ, сказал Айзек. Висит, я думаю, на прежнем месте. А где же это самое прежнее место? Вон там, в сарае. Они пошли по тропинке к строению, которое трудно было назвать сараем. Айзек пинком открыл дверь, раскидал какие-то ветки, расшвырял ногой валяющиеся на полу гнилые яблоки и, приподняв старый половик, прикрепленный к стене, указал на связку ржавых ключей, висящую под ним на гвозде. Ключи Линдопа, сообщил он, служил у них садовником. Это был предпоследний, а до этого зарабатывал тем, что плел корзины. Ничего толком не умел, никуда не годился. Вы, наверное, хотите зайти внутрь и посмотреть, что там внутри в этом ка-ка. Ну, конечно, с надеждой сказала Таппенс. Очень хочется посмотреть, что там внутри, в этом самом ка-ка. Кстати, сказать, а что оно означает? Что означает? Ну, да, что означает две заглавные буквы ка-ка? Сдается, это два иностранных слова. Вспоминается что-то вроде кай и еще раз кай, кай-кай или кей-кей. Так они бывало говорили. Я думаю, это японское слово. Правда, сказала Таппенс, разве здесь жили японцы? Да нет, что вы, ничего подобного. Иностранцы, правда, да не такие. Капелька масла, которое Айзек моментально откуда-то достал и капнул в замочную скважину, произвела магическое действие. Старый заржавленный ключ повернулся со страшным скрипом, после чего дверь отворилась, и Таппенс вместе со своим проводником смогли войти внутрь. Ну вот, сказал Айзек, здесь нечем особенно похвастаться, всякое старье и ничего большее. Какая удивительная лошадь, сказала Таппенс. Это Матильда, сообщил Айзек. Матильда? с сомнением проговорила Таппенс. Ну да, была такая женщина, королева или как ее там. Говорили, что она была женой Вильгельма Завоевателя. Только мне сдается, что просто хвастали. Ее привезли из Америки. Крестный папаша прислал для кого-то из детишек. Для кого-то из Басингтоновых детей. Они жили до тех других. Лошадь уж, наверное, совсем заржавела. Матильда выглядела великолепно, несмотря даже на то, что время ее не пощадило. По размеру она не уступала любым нынешним аналогам. Она была серого цвета. От ее некогда пышной гривы осталось всего несколько волосков. Одно ухо отломилось, передние ноги подогнулись вперед, задние назад, хвост сделался коротким и жидким. Она совсем не похожа на обычную лошадь качалку, сказала Таппенс, с интересом разглядывая лошадь. Верно, не похоже, согласился Айзек. Понимаете, они обычно просто качаются, двигаются вперед и назад, вверх и вниз, а вот эта вроде как прыгает вперед. Сначала передние ноги раз, а потом задние. Очень интересно скачет. Вот если бы забраться на нее и показать вам. Будьте осторожны, сказала Таппенс, там могут быть, могут быть какие-нибудь гвозди, о которой легко пораниться, да и свалиться с нее недолго. Знаете, я ездил на этой Матильде лет пятьдесят, а то и шестьдесят тому назад, но все помню, она еще достаточно крепкая, не совсем развалилась. Неожиданно ловко, как акробат, он вскочил на Матильду. Лошадь прыгнула вперед, потом назад. Работает верно? Правда работает, сказала Таппенс. Они очень любили эту лошадь. Мисс Дженни постоянно на ней ездила. Кто такая мисс Дженни? Ну как же, она самая старшая из них? Это ее крестный подарил лошадь. И верную любовь тоже он прислал, добавил Айзек. Таппенс вопросительно посмотрела на него. Так они называли лошадку с тележкой, что стоит в углу. Мисс Памела бывало любила на ней кататься. Съезжала с холма. Очень серьезная была девица, это мисс Памела. Затаскивала ее наверх, а потом садилась и ставила ноги вот сюда. Видите? Это педали. Да только они не работали. Вот ей и приходилось затаскивать все это наверх. А потом тележка начинала ехать вниз, а она тормозила ногами. Только не всегда все получалось. Иногда она врезалась прямо в мартышкину колючку, что растет внизу. Не очень-то приятно, сказала Таппенс, не очень-то приятно врезаться в колючку. Упорная была прямо страсть. Часами бывало так каталась. Я наблюдал за ней по три, а то и по четыре часа. Я-то в те поры разбивал цветник, тот, где росли рождественские розы, да еще обрабатывал пампасную траву. Вот и видел, как она катается, без конца, съезжает и съезжает с горки. Я с ней не разговаривал, потому что она не любила, когда с ней говорили. Любила заниматься своими делами или тем, что она себе воображала. Что же она воображала, спросила Таппенс, которую мисс Памела заинтересовала гораздо больше, чем мисс Дженни. Ну откуда мне знать? Говорила, будто она принцесса. Понимаешь, что от кого-то бежит, скрывается? Или что она Мария, королева чего-то там, то ли Ирландии, то ли Шотландии? Мария Стюарт, королева Шотландии, подсказала Таппенс. Вот-вот, верно. Она куда-то уезжала, от кого-то убегала, скрывалась в замке. Он назывался вроде как Лог или Лох, словом, где вода. Ну да, понятно. И Памела воображала, что она Мария, королева шотландская, которая спасается от своих врагов. Правильно, бежит в Англию под защиту и на милость королевы Елизаветы, как она говорила. Да только эта Елизавета не слишком-то была милостива. Ну что же, сказала Таппенс, стараясь не показать своего разочарования. Все это очень интересно. А кто были эти люди, как вы их назвали? О, так это же были Лестеры, так их звали. А вы когда-нибудь были знакомы с Мэри Джордан? А, знаю, знаю, про кого вы говорите. Она, похоже, жила здесь до меня. Вы ведь имеете в виду эту девицу, немецкую шпионку, верно? Здесь, кажется, все про нее знают, сказала Таппенс. Ну да, ее называли Фрау Лайн, или вроде как Линии, похоже на линию, на железную дорогу. Да, немного похоже. Айзек вдруг засмеялся. Ха-ха-ха, если это была линия, да еще и железнодорожная, то уж никак не прямая. Верно, никак не прямая. Он снова расхохотался. Отличная шутка похвалила его Таппенс. Айзек рассмеялся еще раз. Вы собираетесь сажать какие-нибудь овощи, спросил он, если вы хотите посадить бобы, так самое время. А потом нужно готовить землю под горошек. А салат будете сажать ранний латук? Томовы пальчики, к примеру. Отличный латук. Мелкий, правда, зато такой уж крепкий и хрустящий. Вы, наверное, постоянно занимались здесь садом и огородом? Я имею в виду не только этот дом, а вообще эти края. Ну да, я вообще делал все, что требовалось. Меня постоянно звали в разные дома. У некоторых садовник никуда не годился. Так я приходил и помогал. Был даже однажды несчастный случай. Ошибка произошла, перепутали овощи. Что-то о наперстянке уточнила Таппенс. Подумать только, вы и об этом знаете. Ну да, несколько человек тогда заболели, а одна умерла. Так по крайней мере я слышал. Но все это только слухи. Мне рассказывал один старый приятель. Мне кажется, это была фрау Лайн, сказала Таппенс. Что, фрау Лайн умерла? Я об этом никогда не слышал. Ну может быть я и ошибаюсь, сказала Таппенс. А что, если взять верную любовь, или как ее там называют, и отнести ее на горку, туда, откуда съезжала вниз девочка. Если конечно эта горка все еще существует. Конечно существует, куда она денется? Она вся заросла травой, только будьте осторожны. Не известно, насколько эта верная любовь проржавела. Я ее сначала немного почищу, ладно? Конечно, сказала Таппенс, а потом подумаем и составим список овощей, которые нужно будет посадить. Ну ладно, я буду осторожен и постараюсь, чтобы шпинат и наперстянка не росли рядом. Не хотелось бы услышать, что с вами что-то приключилось сразу же, как только вы поселились в новом доме. Отличное место. Не жалко потратить на него немножко денег. Спасибо большое, сказала Таппенс. А я смотрю, как следует эту штуку, чтобы она под вами не развалилась. Она такая старая, но вы просто удивитесь, когда увидите, как работают эти старинные игрушки. Вы знаете, один мой родич вытащил откуда-то старый велосипед. все думали, что он совсем никуда не годится. На нем уже лет сорок никто не ездил. Но стоило его немного смазать, и он поехал как миленький. Смазочное масло способно делать просто чудеса. Вот и еще одна проблема. Мол.